Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас их станет трое Вожу антивирус Что со мной происходит? Вы первая, у кого получилось превратиться из мурани и обратно в человека Я люблю тебя Ну, по-моему, вы же все это ерунды Мне нужно знать, что ты чувствуешь ко мне Нет, не смей Девушки отдыхают Рабида Зачем? Рабида Че за дела-то? Че так быстро? Она даже спотеть не успела Стоять На месте встали Че, оглохли? Стволы на землю На землю стволы опустили Ты оцепи ее Наручники с нее сними, бегом Здорово, блондин Ты че, как нога не болит? Туда встал? Что-то они у тебя вялые какие Быстрее А вот и мой сладкий починулся Стволы забери Значит, слушай внимательно Мы сейчас разойдемся Но если еще раз встретимся Всех положу, поняла? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кристин Кристин, объясни, пожалуйста Я видел, ты кидаешься к мутанткам своими глазами Пожалуйста, объясни Кристин, пожалуйста Кристин Синдром Крецфельда Якоба Прионная болезнь уничтожает мой мозг Мне осталось два-три месяца Но не парься, это не заразно И это неизлечимо? Да Когда я узнала про диагноз, я с начала полтора месяца была в дикой депрессии Но потом решила, что… Что и так мало времени осталось Надо жить Жить по полной, пробовать все, учиться всему Короче, нормально, полноценно жить, пока дышу Ну, а потом Ты рассказал мне про Мурань, их супер иммунитет и… Ты хочешь заразиться, чтоб выжить Да Только… Облом вышел с этим планом Они меня не видят Упор не замечают, почему они меня не трогают Не знаю, почему ты сразу не сказала А нафига? Чтоб ты успел выбрать надгробный венок Ну… Ты даже сейчас уже смотришь на меня, как на ходячий труп А я терпеть не могу, когда меня жалеют Или что? Может быть, ты помог бы стать муранить Я помогу Я тебе не верю Я знаю Вот из-за этого все проблемы А мне на твои правила плевать И ничего не можешь сделать с тем, что я к тебе чувствую Кристина, не могу тебя потерять Если ты означаешь, что ты должна стать мутанткой, хорошо Просто я прошу тебя, давай это сделаем без риска Я найду Надю и уговорю тебя обратить, я тебе обещаю Ты правда сделаешь это ради меня? Я на все пойду, Кристин Ты не умрешь, слышишь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте! Это ток-шоу «Черный день» на втором канале И я расскажу вам о том, что ждет выживших по эту сторону карантина Им выдают документы, крышу над головой, гуманитарную помощь Но как принимает их общество? Меня зовут Екатерина Федякова И сегодня я расскажу вам правду о травле выживших Встречайте наших гостей Проходите, пожалуйста Здравствуйте! Как давно вы эвакуировались? Полторы недели назад Рады вернуться домой? Если честно, то я думаю иногда, что в карантине было лучше Моя семья меня не принимает, они думают, что я могу заразить своих сестер До эпидемии я работал дизайнером, сейчас я работаю на стройке в полторы смены На нормальную работу меня не принимают То есть, москвич это теперь клеймо? После вируса – да Почему вы в черных очках? О, Господи! А кто же это сделал, расскажите, пожалуйста Мы живем в общежитии для беженцев Неделю назад среди ночи к нам ворвалась группа парней с криками, что здесь рассадник заразы А на вас это то же самое, да? Они были в перчатках и в масках, как будто мы все прокаженные Девушек вывели на улицу, стали светить фнарями в глаза, кричали, чтоб в чистые районы мы не совались Угрожали расправой Мы прервемся на рекламу, не переключайтесь Присудит Значит так, все, кто не хочет присутствовать на этом шоу, пожалуйста, встаньте и покиньте студию А что, свободу слова здесь отменили? Заразных слушают, а нас нет? Все недовольные, пожалуйста, встаньте и покиньте студию Да сколько можно терпеть эту заразу? Еще раз повторяю, встаньте, пожалуйста, и покиньте студию Охрана, пожалуйста, выведите всех недовольных, у нас очень мало времени С удовольствием Быстрее, быстрее, встали и покинулись студию Быстрее, быстрее, пожалуйста, покиньте студию Пожалуйста, сразу вас запутайте, успокойствие Встаем 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 Ребята, охрана, подойтись, пожалуйста Вы задерживаете съемку Яна, значит, до конца шоу, на зал не снимать Хорошо Всем оператора, придаем Ура Вася, сними наушники Сегодня работаешь только на катку, понял? Вася, сними наушники Сегодня работаешь только на катку, понял? Спокойно, спокойно, успокойся За что ты делаешь? Послушай меня, ты сейчас вернешься назад И доведешь эту передачу до конца Все хорошо, ты молодец, соберись Приготовились, съемка Все, ты молодец, окей Спасибо Тишина Раньше я искал этому научное объяснение Репродуктивный инстинкт, гормоны, либидо Я до последнего не верил Я не мог понять Как чувство может свернуть мураньим разум Как оно может причинить боли Теперь я в этом убедился Из-за тебя ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Я дал тебе время Несколько часов ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, не факт, что Наня согласится сделать ее мураньим? Почему? Потому что Муране быть не очень круто, Скат. И совсем не круто быть парнем Муране. Об этом ты подумал? Да, думал. У меня вариантов нет. Чувак, мне кажется, реально, ты к этому совсем не готов. Я не готов к тому, что она умрет. Ладно, я поговорю с ней. Только надо найти ее. Муране не отходили от лаборатории. Это значит, что Надя, скорее всего, там. Ну, сама бы она, конечно, туда не сунулась. Подожди. В этом районе есть особняк. Ну, мажорный такой. Наша бывшая гнездышка. Может быть, очень даже может быть, что она засела там. Значит, надо оба варианта проверить. Я могу залезть на крышу, подключиться к лаборатории и проверить, там ли она. Окей. И особняк. Ладно. Спокойной ночи. Подумай еще раз. Господи, у меня сейчас телефон, по-моему, лопнет от их писем. Такое ощущение, что я Гитлера защищала в прямом эфире. Отдай, ну. Отдам в конце вечера. Отдам в конце. Все, успокойся, успокойся, все, 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 не парься. Слушай, ну я же должна знать, что там происходит. За любую правду всегда больно бьют. А ты делаешь трудное, но нужное дело. У меня такое ощущение, что это дело нужно только мне. Любое намерение дается нам вместе силами на его осуществление. Ты что, философ, что ли? Ну да. Вот это да. В общем, вот отсюда я управлял системой безопасности вершины. Ты думаешь, тебе получится снова? Думаю, да. Раньше для этого нужен был вай-фай-усилитель. Сейчас со связью все гораздо проще, поэтому проблем не должно быть совсем. Кристин? Кристин, что с тобой? Тихо, тихо, тихо. Кристин, Кристи, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Я здесь, слышишь, я здесь. Кристин, держи, держи. Держи, держи. Все, все, все. Давай, тихо, тихо, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Все, 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 я здесь. Тихо, все будет хорошо, я здесь. Тихо, тихо. Слышь, смотри на меня. Смотри на меня. Легче. Тихо, тихо. Тихо, иди сюда. Иди ко мне. Тихо, 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 тихо. Фух. Фух. Катя, ты не думала уйти с этого канала? Чего я тебе об этом спросил? Уйти есть же такая возможность. Тем более после этого скандала, мне кажется, самое время. Ты что, предлагаешь мне сбежать? Да ты знаешь, как долго я ко всему этому шла. Нет, они так просто от меня не отделаются. Поменять федеральный канал на какой-нибудь другой? Ну и напрасно. Это совсем другие деньги и… Ой, как ты это знаешь? Ну, предположим, я представляю интересы одного канала. Мы не отказны, конечно, кормимся, но частные инвесторы бывают очень щедры. И кем ты там работаешь? Как говорит наш генеральный ловец талантов. Он, кстати, мне насчет тебя уже весь мозг выгрыз. Вредит тобой практически. А что ж ты раньше-то об этом не сказала? Да не знаю, как-то ни к слову было. Ты хэд-хантер? Не люблю это слово. Вот, держи. Подожди. Подожди, подожди. Ты… Ты в тот день в студию пришел, чтобы… Да нет, зачем так-то все пошлять? Нет. Слушай, ну можно же к этому проще относиться? Проще? То есть, все это нужно было только для того, чтобы заполучить меня, как ведущую? Приятный досуг работе не помеха. Ну, согласись. Катюш, ну ты чего шарахаешься? Ну, подумаешь, подурачились. Ты же профессионал. Тебя у нас на канале на руках носить будут. Хорошо, между нами все кончено. Но просто возьми визитку. И еще раз. Увижу тебя в студии. Вызову охрану. Телефон. Это очень хорошее предложение. Подумай. Это очень хорошее предложение. Подумай. Вижу, я вовремя. Дальше тянуть некуда. Давай, выкладывай. Как это будет? Ну, вот из этого всего я делаю взрывчатку. Потом заливаю ее в цистерну. Клиню педаль и запускаю на полном ходу в лабу. Вот такой план. Ты хочешь взорвать лабораторию? Не, взорвать, к сожалению, не получится. Но будет сильный пожар. Если Лобода не сдохнет там, то точно вылезет на улицу. А там я уже с ним разберусь. Валера, у тебя крыша едет. Ага. Это интересно. Я что-то упустил? Да. Пару сотен людей, которые сдохнут просто так. Просто так? А ничего, что там больше половины бывших вершиновцев? А другая половина? Ты на них забил? Ну, будем считать, что это необходимые жертвы. Ты сам себя слышишь? Я все прекрасно слышу. Я этого и боялась. Не надо ничего бояться. У меня все под контролем. Нет. Все под контролем у психа, который рвется отомстить и не видит, что сам стал, как Инга Слободой. За базаром следи. Думай, что говоришь. Я пас. Если ты до такого дошел, я пас. А если наша следственная группа будет в это время в лаборатории? Если я там буду? Вы можете рассказать, что с вами происходило, когда вы были под воздействием вируса? Вы имеете в виду, когда я была мутанткой? Эта информация необходима для вашего же лечения. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить и рассказать мне. То есть, вы действительно хотите знать? Я помню, что ждала ребенка. И даже выбрала ему имя. Потом меня разбудили и сказали, что он мертв. А я мутантка. У вас депрессия. На фоне гормональных нарушений. Не беспокойтесь, это скоро пройдет. Ничего уже не пройдет. Я сейчас вколю вам седативно. Постарайтесь заснуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Андрей, мне некогда. Послушай, надо поговорить. Подожди. Валера добьется своего. Он грохнет лободу, потом он сядет. Ты хочешь с убийцей быть? Я тебе говорила, что дело не в Валере. Дело в нас с тобой. Ты просто рубишь с плеча. Но мы взрослые люди. Если ты вернешься… Я не вернусь. Вы же сказали, что антивирус действует. Действует. И недолго. Я сейчас увел еще одну дозу. И через час вы станете мураней. Стойте, стойте! Стойте и не уходите! Прошу вас! Помогите мне! Анатолий, ваши открытия необходимо представить мировому сообществу. Передайте доктору Астахову все наработки, а он приготовит презентацию. Почему ему? Ну, потому что это скучная бюрократическая работа. А вам надо только прийти за Нобелевской премией. Как можно забрать ваши данные? Никак. Они у меня здесь. Сотрудник утаивает формулу антивируса. Все образцы изъять, а его самого под охрану. Пока не захочет сотрудничать. Дежурка приема. Срочно конвойного в лабораторию. Отменить конвойного. Отменить конвойного. Что? Не получается у меня к лаборатории подключиться. Почему? Они что-то поменяли? Угу. У них основная система по внутренней сетке работает. По вай-фаю я не могу к ним подключиться. Это надо внутрь попасть. Саш, ну это не вариант. Ты же понимаешь. Все хорошо. Я залез в их систему и сделал себе приглашение. Послушай, ну… Это просто бред так рисковать. А вдруг там Нади вообще нет? Ты нашел? Нет. В особняке никого, кроме ураней. Иду к вам. Понял. Ну? Придется рискнуть. Что произошло? Почему пациентка снова стала мутанткой? Антивирус нестабилен. У него есть срок действия. И сколько действует доза? Дозу, которую я ввел, должно было хватить на пару часов. Но не прошло и пяти минут, как мутация возобновилась. Либо я не рассчитал дозу, либо вирус успешно справляется с антидотом. Инга Анатольевна, как вы себя чувствуете? Выйдите. Ты сразу это знал, когда вколол мне вирус? Если я скажу тебе нет, ты мне поверишь? И что, теперь со мной будет? Я тоже скоро стану мутанткой? Нет. Не станешь, если мне дадут спокойно работать в лаборатории. Я хочу помочь тебе. Ты меня заразил. Да. Но мы теперь на одной стороне. Нам нужно быть вместе, если ты не хочешь оказаться в вольере с мураньями. Ну, не знаю. Этот Лобода по телевизору выглядел, как обычный ученый ботаник. Что ты вообще взяла, что он кого-то убил? Потому что я знала его жертв. Он ставил опыт над людьми. Ника, получить ордер на арест кого-то из лаборатории сейчас просто нереально. Почему? Есть указания сверху. Сейчас в приоритете их знания. Ну, должен же быть какой-то способ. Ну, хочешь, попробуй. Тебя стаскают под опросом, и ты не сможешь работать в закрытой зоне. Короче, хочешь заявить на этого человека? Ти сюда. А если пока не решилась, нам пора работать. Ти сюда. Да, конечно, я на месте уже. Здравствуйте. С кем я могу по поводу системы поговорить? Какой системы? Вы кто? Я системный администратор из Минздрава. У вас с двух компьютеров очень серьезный трафик идет. Ваши документы? Понятно. Чудеса организации, как обычно. В общем, документы у начальника на КПП, а на меня пропуск должен быть. Максим Соловьев, 107-7-22. Проверьте, пожалуйста. Пройдемте. Без документов. Максим Соловьев, 107-7-22. Че, не похож я год назад фотографировался? Без документов пропуск недействителен. Логично. Тогда можно хотя бы поговорить с вашим системным администратором по поводу трафика? Сходи. Благодарю. Мало того, что рейтинг рухнул, от нас стали уходить рекламодатели. Никто не хочет, чтобы их продукция ассоциировалась с вирусом и зараженными. Это здоровые люди. Все они жертвы трагедии. Мы теряем спонсоров, мы теряем аудиторию. Нас завалили письмами с требованием закрыть шоу. И уволить ведущую, которая, цитирую, встала на защиту переносчиков. Да неужели вы не понимаете, что это ксенофобия? Что это какая-то новая форма фашизма? Нас смотрит вся Россия. Вместо того, чтобы повлиять и изменить мнение людей, вы хотите открыто призывать к убийствам? Есть два варианта. Первый. Я делаю, что просит зритель. И ведущая Федякова на моем канале больше не работает. Второй. Федякова дает зрителю то, ради чего он смотрит это шоу. Нормально работает, пока видео не запустишь. Может это вирус? Нет, должны быть с кодеками. Проблемы я могу посмотреть. Не положено. В пять минут у тебя летать все будет. Привет. На кого работаешь? Организация. Рану Технолоджис. У нас подряд, с медздравым. Вы с Катю везти. Что вы делаете? Что делаешь? Нарушники убери! Проходите. Что вы делаете, да? Стоп! Вы кто? Фадеева. Консультант по преступной деятельности в карантинной зоне. ФСБ. Нефёдов. Начальник охраны. Могу узнать суть визита? Мне нужно видеть одного из ваших сотрудников. Анатолий Лободул. По какому вопросу? Мне нужно с ним побеседовать. Допросите. Побеседовать. У нас частные визиты запрещены. А для допроса сотрудников лаборатории нужны веские причины. Увести. Стоп! Стоп! А за что вы его задержали? Пытался проникнуть в лабораторию без документов. Вы что, его знаете? Конечно. Это наш водитель. А что вашему водителю нужно на секретном режимном объекте? Ну, а вы как думаете? У него тут девушка работает. Ну, ничего. Симпатичная. Ну что, романтик, допрыгался? Заявление на стол? И будешь таксовать в чистой зоне. А вам большое спасибо за бдительность. Отпусти. За мной. Как тебе это удалось? Ну, в отличие от тебя, у меня документы не липовые. Я консультант ФСБ. Круто. Скажи, у меня проблемы? Ну, возможно. Но не от меня. Я, если честно, не ожидал от тебя помощи. Учитывая, ну… Ну, на секунду у меня было желание не вмешиваться. Тогда спасибо. Пожалуйста. Я очень рада, что ты жив. Я так психовала по этому поводу. Несмотря на то, как мы разошлись. Ну, я была стерва, а ты – ревнивым шизоидом. Ну, давай забьем на все это. Да. Что ты здесь делал? Мне нужно найти найти девушку из бункера. Очень долгая история. Ты можешь мне помочь, но попасть? Ни одному тебе оттуда надо. Кать, то, что ты подготовила к следующему выпуску, я посмотрела, мы правда сделаем гостями этих людей? Ты ведь была против этого? Прошлый выпуск это доказывает. Нет. Прошлый выпуск провалился. И что, ты теперь просто так сдашься? Что ты от меня хочешь? Я просто не… Я спрашиваю, что ты от меня хочешь? Кать, пожалуйста, что… Я пыталась быть честной. Пыталась быть справедливой. Я рисковала всем, чтобы делать все так, как нужно. Что? Разве не так? Это так. И что? Меня кто-то поддержал? Кать… Я спрашиваю! Меня кто-то поддержал? Это чертовая правда никому не нужна. Люди хотят мяса. Они хотят другого шоу. И мы им это шоу дадим. Один. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы теперь вместе? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тебе в лапу надо? Если Надя там, это скорее всего так. Муране концентрируются в том районе, но к лаборатории не подходят. Они вообще умнее стали и сторонятся людей. А Надя тебе зачем? Она нужна Мите. И еще есть одна девушка, которая только Наде может помочь. Еще у меня тоже много чего изменилось за это время. Еще мне предлагаю всем встретиться и придумать какой-то общий план. Да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вирус справляется с антидотом. Сделай что-нибудь. Скажи мне данную дозу. Нужно экономить. Антивируса осталось немного. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо больше колоть антидот твой подопытный. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не надо больше колоть антидот твой подопытный. Если оставить ее Мураней, к нам возникнут вопросы. И потом она мне нужна для экспериментов. Или, может быть, ты хочешь занять ее место? Ты же правда что-то придумал, чтобы меня спасти? Зачем? Ты не любишь меня? Что мне еще сделать, чтобы доказать, что люблю тебя? Докажи это вирусу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пока ты превращаешься в Мураню, которая будет бросаться на меня, я тебе не поверю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да мне плевать, понимаешь? Она там, и неизвестно, что там с ней могут сделать. Ты со мной? Вы не сунетесь в лабораторию, пока я не узнаю, где конкретно держит Надю. Если они поймут, что ты что-то вынюхиваешь, ты живой оттуда, не выйдешь. Ты думаешь, они тронут ФСБшницу? Черта с два! Ну, конечно, да. Ты просто Ингу не знаешь. Она тебя быстро к мураним в бокс посадит. Так, вот наш новый план. Нужно вставить эту флешку в любой компьютер-лаборатории. Я сделал вирус, который полностью починит нам их систему. Здравствуйте. С вами снова я, Катя Федякова. И сегодня я решила рассказать правду о себе. Однажды я столкнулась с мутанткой. Я понимала, что передо мной невинная жертва вируса, но я так же понимала, что эта жертва убьет меня, если я не сделаю это первое. И я выбрала. Нажала на курок. Эпидемия поставила вопрос ребром – мы или они? И среди нас появились те, кто не боится открыто бороться с вирусом. Они называют себя истребители. Встречайте наших героев. Эпидемия! Вы стягетели! Здрасте. Что значит, уже пыталась достать его? Ты что, частное расследование решила провести? С корочкой ФСБ в руках? Если Лобаду нельзя арестовать, то нужно хотя бы начать разработку. – Здрасьте. – Здрасьте. Здрасьте. Юдин, инспектор ФСБ. Хотели поговорить с одним из ваших сотрудников. А разве подопытных не меньше было? Да. Этот вопрос контролировал Ершов. Вижу, вы все же вернулись. Нам нужен Анатолий Лобода на пару слов. Где он? Никто не имеет права беседовать с персоналом лаборатории без официальной бумаги. Ну, почему такая конспирация? Мы же делаем общее дело. Разве не так? Я уже сообщил вашему начальству, что их сотрудники здесь с неопределенной целью. Прошу покинуть помещение. Третий раз я вернусь с бумагой. Ваше правило. Так, есть. Что там? Вирус, который дал Нике, только что попал в систему. У него получилось. Значит, ты их взломал? Да. У меня через пару минут будет полный доступ. В смысле, она уже внутри? Да. Все, я туда. Я с тобой. Стоп, проблема. Чего? Охрана вокруг здания. Я с ними ничего не могу сделать. Надо их как-то отвлечь, чтобы попасть внутрь. Привет. Привет, Слав. Стоп, оставь нас, пожалуйста-то. Ладно. Я у входа буду. Что? Ключи от машины, удостоверение. Что происходит? Я думала, что ты тут до этого докатишься. Давай. Я думал, ты тоже был. Идем. Для вас это развлечение или нечто большее? То, что вы называете карантином, на самом деле заповедник. Власти обеспечивают мураньям идеальные условия для жизни. Думаете, нас защищают от них? Да это их защищают от нас. Мы должны своими руками зачистить центр Москвы, чтобы остановить вирус. Правильно. Правильно. Да. Значит, по сути, каждый раз, стреляя в муранью, вы выполняете свой гражданский долг? Именно. Мы выкладываем интернет-видео со своими рейдами, чтобы народ мог брать пример. А как вы относитесь к беженцам карантинной зоны? Государство считает этих людей совершенно здоровыми. Каждый, кто долго находился в карантине — потенциальный переносчик вируса. А их взяли и выпустили на нашу территорию. Даже не предприняли никаких мер. А в Чернобыль их отправить туда! Ну и на чем они сейчас сторонят? Я не знаю. Ждать защиты от властей или, как наши герои в масках, самостоятельно защищать себя и своих близких. Каждый вправе сам сделать свой выбор. И помните, вирус непредсказуем. Это был «Черный день» на втором канале. И я, его ведущая, Екатерина Федикова. Берегите себя и своих близких. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо! Съемка Огочина! Сразу на выбор! Молодец! Круто выступил! Ты тоже! Эй! Очистим Москву! Спасибо! Спасибо! Так-так-так! Успокоились все! Можно с вами сфотографировать? Давайте! Да, конечно! Здорово! Да! Спасибо большое! Спасибо! Хэштег «Черный день» вошел в топ и во всех соцсетях! Круто! Будет еще круче! Можно ваше авто? Да, конечно! Спасибо! Это весь запас антивируса? Судя по всему, весь! Неужели ты думал, что у меня нет ключа от твоего сейфа холодильник? Сколько я смогу оставаться нормально и с этим запасом? Неделю максимум! А учитывая, как адаптируется вирус несколько дней, за это время я сумею создать из этого средства настоящий антивирус! У меня нет времени на попытки! Я не могу так рисковать! Мне нужен максимальный запас! Для этого придется уничтожить зародыш Надю! В чем проблема? Ты в своем уме? Это ценный ресурс! Где я еще найду беременную Муранию? Беременную здоровым ребенком? Видишь этот пульт? Я нажму на кнопку и через минуту ты будешь извлекать зародыша из обезглавленного тела! Или я не буду делать ничего! И через неделю ты окажешься в вольере! Да! Я стану мутанткой! А ты останешься один! Без меня, без протекции и с кучей преступлений, за которые надо ответить! Готовь, Надю, к операции! Готовь, Надю! Готовь, Надю! Готовь! Готовь, Надю! Эти череда Уху! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова